МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Сурском районе Тегранакерта была отремонтирована армянская церковь. Международный день памяти жертв Холокоста 2020-й. После землетрясения в Харбертии и Малатии было разрушено 73 здания. Зоограб на Цаканяна и Эльмар Мамедиаров встретятся в Женеве. Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. Завершилась жеребьевка чемпионата мира по футболу Конефа 2020. Фильм об армянском скрипаче признан лучшим документальным фильмом на испанском фестивале. Армянская протестантская церковь, расположенная в Сурском районе Тегранакерта в Западной Армении, была повреждена во время террористической атаки в 2015 году. За последние годы церковь была полностью отремонтирована. Церковь была восстановлена в своем первоначальном виде, доработана и вновь открыта для посетителей. Международный день памяти жертв Холокоста проводится ежегодно 27 января в годовщину освобождения лагеря Аушвиц-Беркенау. По этому случаю во всем мире проводятся мероприятия и демонстрации. Мемориал Холокоста за 75 лет освобождения лагерей. Мемориал занимает центральное место для переживших Холокост, представляя различные свидетельства. По всему миру организовываются различные встречи, мероприятия. В одном из них принял участие депутат парламента Западной Армении господин Басама Тахан. Церемония состоялась в Иврис-Юрсен в воскресенье 26 января 2020 года. Министерство окружающей среды и городского развития сообщило, что после разрушительного землетрясения магнитудой в 6,8 в Харберте и Малате 73 здания были разрушены. После землетрясения, эпицентр которого находится в Севриге, продолжаются подземные толчки и поисково-спасательные работы. Стала известна дата встречи глав МИД Армении и Азербайджаном. Пашинян не исключил встречи с Алиевым в Мюнхене. Как сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, министр Зограб Нацаканян 29 и 30 января в Женеве проведет встречи с сопредседателями минской группы ОБСЕ. При их посредничестве состоятся переговоры Нацаканяна с его азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедяровым. Стороны обсудят широкий спектр вопросов, касающихся урегулирования Карабахского конфликта. Напомним, последний раз министры двух стран встречались в начале декабря 2019 года на полях саммита глав МИД стран ОБСЕ в Братиславе. Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. На территории Дипмиссии, которая находится в так называемой «зеленой зоне» с повышенным уровнем безопасности, упали три снаряда. Один из них попал в ресторан посольства. По сообщению АФП, всего было выпущено пять ракет. По данным агентства, пострадал один человек. Реутерс передает о меньшей мере троих пострадавших. В здании у посольства нанесен незначительный ущерб, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя правительства США. Госдепартамент уже призвал власти Ирака выполнять свои обязательства по защите дипломатических объектов. Исполняющий главы правительства Ирака Адиль Абдул Махти осудил происшествие, назвав его агрессией. Утром 26 января в Джерси состоялась жеребьевка Кубка мира Конифа Спортбет АйО 2020. В результате жеребьевки сборная Западной Армении попала в группу Б с командами Капаталия, Тамил, Элами и Кабили. Остальные участники были разделены на следующие группы. Группа А. Джерси, Пенджаб, Курдистан, Острова Чагас. Группа С. Мапучи, Матабейленд, Кернов, Первые народы Австралии. Группа Д. Южная Осетия, Каскадий, Японские корейцы, Объединенный Дарфур. Отметим, что чемпионат мира по футболу Конифа 2020 пройдет в Северной Македонии с 31 мая по 7 июня. Также напомним, что в 1917 году, 29 декабря, после прекращения огня между Турцией и Россией, Верзенка в Западной Армении указом Турецкой Армении и Западной Армении принятым Советской Россией, было признано право армян в Турции на самоопределение вплоть до полной независимости. 19 января 1920 года во время Парижской ассамблеи Верховный Совет Союзников де-факто приступил к формированию государства и правительства Западной Армении под руководством президента по госсану Барапаши. 11 мая 1920 года во время конференции в Сан-Реме уже де-юре была признана независимым и суверенным государством. Западная Армения является одним из воюющих государств Первой мировой войны. Он сформировал Восточный легион с Францией 15 ноября 1916 года с участием армянских добровольцев, а 1 февраля 1919 года Армянский легион сформировал ядро будущей армянской национальной армии в Киликии, которая была поддержана и затем оставлена Францией. Турция признала Западную Армению, подписав Северский мирный договор 10 августа 1920 года, а затем конфисковала ее территорию. 22 ноября 1920 года президент США Бутро Уильсон своим арбитражным решением начертил границу Западной Армении и Турции, включив в Западную Армению провинции Бедлис, Ван-Эрзрум и Тарабзон, но оно не было признано Лигой наций и ООН, так как оно было конфисковано Турцией. Следует напомнить, что 1894 и 1923 годы армянское население оккупированных территорий Западной Армении подверглось геноциду со стороны трех правительств Турции. Окупант Турции стала членом Лиги наций 18 июля 1932 года. Карин Эрзрум является официальной столицей Западной Армении, признанной союзными державами в 1920 году. Права меньшинств полностью признаны государством Западной Армении в соответствии со статьей 93 Северского мирного договора. Фильм о жизни скрипача Арамеликяна «Арамеликян. Жизнь между струн» был признан лучшим документальным фильмом на испанском национальном кинофестивале Гойе 25 января в Малаге. Фильм рассказывает историю армянского музыканта, родившегося в Ливане, и рассказывает историю эмигрантов. Маликян покинул Бейрут в возрасте 15 лет, когда город находился в состоянии войны, взяв с собой единственную скрипку. Затем он стал странствующим музыкантом, демонстрируя свое искусство по всему миру. Теперь, как известный скрипач, он выступает в различных странах. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Гайка Шартахира Азмапаж. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok